Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Грейвьерд Кипер после небольшого перерыва, во время которого я был на больничном. Мы потихонечку, может быть небольшими сериями, да, но будем возвращаться на кладбончик и будем продолжать наше прохождение. Сейчас я немного тут на паузе угля насобираю, немножко фермой занялся. Сейчас вспоминаю вообще, чем я тут занимался до того, как ушел на больничный и посмотрим. Сегодня, наверное, я вот думал, да, чем сегодня мы интересным займемся. Зомби-писателями и зомби-алхимиками мы, наверное, займемся. Я сейчас как раз каменного карьера одного зомби заберу и потом второго заберу еще тоже, потому что камень нам вроде как уже не нужен. В принципе, у нас его там довольно большие такие запасы и этих двух зомби можно куда-то отправить уже позаниматься какими-то другими делами. Сейчас доломаю кирку, наверное, и потом уже пойду забирать. О, спасибо, доломал. Хорошо, пошли. Значит, за зомби и будем смотреть. Давайте я сразу, наверное, навыки выучу, которые мы сегодня займемся. Да, это вот генератор случайного текста зомби-писателя. Они нам что, будут истории писать или что? Посмотрим. И... Так. Алхимический верстак для зомби и зомби-стыл для алхимических ингредиентов. Изучаем эти две штуковины. У нас осталось 20 очков... 20 синих шариков, да, и... Наверное, мы их пока тратить не будем ни на что. Да и особо ни на что. Ладно, пошли. Тут... Что-то у меня и на лесопилке куча ресурсов просто вывалилась. Короче, непонятно, что происходит. Ладно, забираем зомби, да погнали. Кстати, мы еще можем попробовать сегодня успеть сделать три золотые статуи. Я думаю, да. Давайте посмотрим. Нам для статую надо, по-моему, золотая... Стамес... Стамеска! Стамеска! Как будто бы я где-то букву потерял, которую я обычно говорил, да? Давайте посмотрим. Серебряная у меня есть. Золотую и золотой мы делать не будем. Делаем сразу золотую, да? Будем надеяться, что повезет и она получится золотой. Нет, не получилось. Ладно. Делаем еще разок. Будем надеяться, что она получится... Что, прикалываешься? Игра, перестань. Последняя это... Линза осталась. Давай золотую. Ты издеваешься? Семьдесят процентов шанс был. И все мимо. У меня веры нет больше. Ладно. Значит, статуи потом когда-нибудь будут. Это печально. Тупо врезы в никуда. Ушли. Ладно, поставим сейчас руду плавиться. Еще тело осел привез нам. Так. Ставим это сюда. Барахло сюда плавится. Что там у нас по... Стали можно немного сделать. Давайте, наверное, да. Как-нибудь вот так вот. Окей. Мрамор мы обрабатываем. Надо, наверное, поставить... Обработку камня, чтобы, да, добить последние шесть кусков. И вроде бы... А, у меня еще один зомби в карьере есть. Точно, точно. Надо его тоже пойти убрать. Довольно неплохое тело. Давайте мы его даже похороним. Пойдем сейчас. На кладбончик. Я не знаю, нужно ли нам будет по сюжету дальше. Шесть, семь, нам восемь получается нужно, да. Нужно ли будет нам по сюжету дальше как-то кладбон развивать? Или нет? Но я все же похороню еще это тело. Двести-то мы набрали уже давно. Так. И что там у меня по нижним этим... Все на два. Так. Давайте, наверное, я пожадничаю. Мраморную скульптуру каменную поставлю. Будет на единичку меньше, чем могло бы быть. Да, могло быть семь качества. Но я думаю, пойдет. У нас как раз хорошо так стоят эти двое друзей. Так. И значит, что? Да, я хотел пойти посмотреть на самом деле. Нет, первым делом пойдем зомби с карьера заберем. Все, погнали. Так. Ну и пока я не забыл, пока не занялся какими-то другими делами. Давайте, во-первых, поговорим с епископом. Видно, что за кладбищем хорошо ухаживают. С душой. Конечно же. Не было никаких проблем с инквизицией. Призраки, ведьмы не беспокоили. Ну, были инциденты, но... А знаешь что? Даже не знаю, зачем я спросил. Если тебя все еще не схватила инквизиция, значит все в порядке. Может, нам не понадобится новый корабль с мертвецами. Все эти разговоры о призраках похожи просто сказки. А деньги пусть лучше нам отдадут, чем тратить их на этих глупых верфях. Заманчиво. Так, итак, по поводу собора, пока мы ничего не можем сделать, да, потому что у нас еще нету мраморных статуй золотых. Мне все ребята говорят, почему я куда-то сюда или сюда свечи не ставлю. Нельзя сюда, ни сюда, ни сюда свечи ставить. Ничего нельзя с этим делать. Что у нас? Молитва. Так, комбо наше. Качество церкви 70. Заряжаем. Я бы хотел сказать речь. Давай, все как обычно. Тут ничего нового нет пока. Окей. Окей. 37 веры получили. Можно будет сейчас попробовать понаделывать этих статуй. За эту веру. Вроде нам особо ее тратить больше не на что пока. Зомби мы не воскрешаем. Нам хватает с головой того, что у нас есть. О, нормально так. Нормально получилось. Окей. Значит... Да, первым делом посмотрим, давайте, что у нас здесь. Зомби стол для алхимических экспериментов, наверное. Короче, это надо дело сфоткать. Куда мы все ставить это будем? Это кошмар. Надо будет что-то поломать. Вроде бы писали в комментариях, что можно на... В столе для зомби алхимии вроде наварить эти зелья нормально. Ну, как обычно мы варим, нет? Ну, короче, надо бы сейчас посмотреть, потому что... Так, я хотел сфоткать, да. Где-то я еще подобрал золотую историю, даже не заметил этого. Выложим ее пока что сюда. Так. Это все у нас сюда в шкаф идет. И давайте смотреть. Вроде бы я взял ингредиентов необходимых. Во-первых, это был обычный камень. На фотографии не видно было. Ладно. Дистилляционный куб мы сделаем потом. Мы, наверное, можем вот этот вот поломать, я предполагаю. Ух ты, елки-палки, боже мой. Куда же тебя всунуть-то? Нет? Вот сюда получается, да? Значит, ломаем вот это безобразие. Наверное, дистилляционный куб я тоже снесу. Я не знаю, может быть, я не помню, что ребята писали насчет куба. И еще писали ли что-то насчет него? Писали точно насчет алхимической этой, да? Но это мы знаем уже. А вот насчет куба не знаю. Короче, посмотрим. Будем сейчас экспериментировать. Хватит ли нам второго, или нам нужен и первый, и второй будет. Так, я еще не взял колбы. Ну, я молодец. Так. Можно повернуть к... Ага, понятно. Повернули. Повернули. Значит, ставим сюда. У нас вариантов больше нет. И зомби-генератор случайного текста. Ой, маленький такой, крохотный. Прям вообще. Тап, тебя так поставить? Ооо, красиво. Я не знаю, сюда стеллаж поместится или нет. Блин, ладно, я, наверное, сюда поставлю. А все-таки буду надеяться, что он мешать не будет. Давайте посмотрим, что за дела. Мы, например, берем... Кладем сюда зомби, и он может фигачить нам книги. Истории. Обалдеть. А, книги, которые дают нам шарики только, да? Это не те книги, на которых я подумал. Истории. Ну, давай. Я даже не знаю, что... Давайте, может, сделаем штук, там, 20 книг. Пока что и истории тоже. Штук 20. Посмотрим, что из этого получится. Только надо было, наверное, сначала... Да, потому что я тут клацал-клацал. А толку никакого. Надо было в очередь все это дело ставить сразу. Ну, вот так. И посмотрим, что из этого получится. Только нам нужны еще, наверное, стеллажи здесь будут. Хотя, историю он может сюда складывать. Бумага будет расходоваться. Еще тоже, в принципе, пойдет. Так, хорошо. Да, нам надо... Еще колбы. Мы же можем... Да, тут нормально ходить. Здесь место для него вполне меня устраивает. Идем достроим. Да, давайте посмотрим на... Алхимический стол. Так, дружок, давай сюда. Это удобно. Мы можем убрать, по идее, мельницу вот эту, правильно? Довольно удобно. И мы можем убрать... Правильно, я понимаю? Нет? Не-не-не. Это он... Не можем мы ничего убрать, потому что здесь только уже готовые варианты у нас есть. И все. О, кстати, да? От конопли экстракты ускорения идут. Неплохо. Давай сделаем сейчас. Вагон. Работай. А я подумаю пока над остальным. Белый порошок тоже можно, кстати, тут в очередь поставить. Кости больше все равно ни для чего не нужны. Особо. Так. Порошок ускорения из меда тоже можно, наверное, поставить. Нам порошок, по-моему, не нужен для зелья ускорения, правильно? По-моему, да. Пчелок тоже можно переработать. Их собираются целые вагоны, поэтому... Это все фигня. Так, хорошо. Значит, нам нужны еще четыре... Этих, да? Колбы, которые я забыл. Четыре колбы и... Двадцать камней. Четыре колбы, двадцать камней. Окей. Так, давайте смотреть. Двадцать... Двадцать... Что? Ладно, алхимический верстак поставим для зомби. Куда-нибудь сюда, к примеру. Только, наверное, вот так, чтобы мы могли пройти здесь. И... Мне еще нужен один... Зомби. Что у нас? А, нам для... Как раз порошок ускорения и нужен. А не этот... А не экстракт, по-моему, да, который я делал там. Окей. Окей. Ну, на самом деле... Тут мне пока не нужно что-то в большом количестве. Весь сюда, мне кажется, зомби просто-напросто не надо. Пока что. Нам надо стеллажей добавить, потому что сейчас работа пойдет тут. У-у-у, это надолго, да. А ну, давайте посмотрим, какого качества. Восемнадцать. Ну, это один из лучших, наверняка, из того, что у меня есть. Ладно, надо еще добавить стеллажей всяких разных. Вниз мы могли боком там, по-моему, как-то поставить куда-то, да? Каких-то стеллажей письменных. Так, так, так. Стеллаж для свитков. Какие у нас самые маленькие? По-моему, вот этот вот самый маленький, да, у нас стеллаж? Или вот этот вот, наверное. Как он правильно называется? Просто стеллаж. Просто стеллаж. Доски, гвозди и четыре балки на каждый. Ух. Ладно, посмотрим сейчас, что мы сможем сделать. Так, делаем дистилляционный куб второй. Куда-нибудь его, наверное, сюда попробуем поставить. И смотрим, что мы со стеллажами можем сделать. Их повернуть нельзя, вот зараза. Но мы можем вот эти повернуть. Раз, два, три, четыре, пять. А тут по четыре клетки. Как это все неудобно получается. Ну ладно, мы поставим сюда. Поставим. Тут потом не пройти. Будет ясно. Тут тоже четыре клетки. То есть вот это сюда не влезет никак. Блин, как же жалко, что тебя нельзя развернуть. Как бы было бы удобно. Ну, можно сюда поставить. Я думаю, мешать не будет. И здесь парочку. Здесь тоже, наверное, одну штуку можно будет поставить. У меня, наверное, ресурсы закончились. Да, закончились доски. Ладно. Давайте сейчас заколотим все это дело. И посмотрим, что у нас будет получаться. Конечно, барахло теперь зомби будут нам все складывать в... Совершенно в непонятные места. Давайте на куб глянем сейчас. Как он изменился с первого до второго уровня. Никак. Вроде. Давайте что-нибудь возьмем. Ну, паутинку, например, одну. Может, просто скорость быстрее или что? Или, может быть, две штуки будет давать нам. Вон, два этих ингредиента. Посмотрим. Я думаю, что, наверное, надо было бы еще сделать вот этих вот письменных столов. Да, два экстракта, да, получается. А не один. Как с того. Вот таких вот. Мы же можем еще построить, правильно? У нас не только один. Да, генератора случайного текста. Возьмем сейчас перья чернила и сделаем несколько брусов еще. И сделаем парочку, может быть, синих шариков таким образом можно будет себе нафигачить. И у нас еще, да, день продаж сегодня. Нужно будет пойти посмотреть, что там с ящиками. Сколько нам их можно, нужно сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда. Сейчас наш первый зомби первую историю свою допишет. У меня сорок четырнадцати шесть. Давайте посмотрим. Пойди, оно отсюда должно будет попасть, правильно? Так. Да, самую простенькую. Написал. Но все равно. Все равно. Пришлось переставить, да, этот печатный пресс. Или как он там называется? Печатный? Вроде печатный. Куда-то сюда аж унести, потому что там больше места нет для него. Стоп. Нам не он нужен был. Нам он... Стоп, стоп, стоп. Блин, мы, по-моему, делаем сусло в этом, да? Да, мы здесь его делаем. Я что-то думал, что мы, наверное, в напечатном прессе сусло делаем. Да, все забыл. Все забыл. Хорошо. Надо сейчас будет наделать, наверное, немного этого добра. Десяток ведер возьмем. Одиннадцать, да? Можно даже больше. И что у нас там? Последнее зелье скорости. Сделаем еще бумаги с запасом небольшим, чтобы наши зомби работали. Тут с ящиками я посмотрел, все хорошо. У нас уже продажа пошла, кстати. Давайте мы... Я, наверное, посплю, пойду первым делом. Потом зелье выпьем. И помчимся посмотреть, что там у нас... Ну, что там... Мы-то знаем, что там у нас с продажами. У нас там все хорошо. Но все равно. Деньги забрать надо. А то, наверное, они там стакаться не будут, правильно? Если я забуду забрать до следующей недели, то мы потеряем свои полтора золота. Ну и нужно будет еще ящиков сделать. Для следующей продажи. Сколько там у нас уже? Пять золотых монет. Это просто и легко. Погнали, короче. Так, давайте еще пару попыток попробуем сделать. Как раз, да, у нас... На пару попыток должно... Так, линзы я не сделал. Паста. Масло. Масло, масло, масло. Мы можем масло сделать из семян конопли. Если я не ошибаюсь, давайте заберем их. Посмотрим сейчас, сколько там чего выдавливается. Так. Вот эти вот ребята тут. Прохлаждающиеся в данный момент. Немного мешают. Масло из семян. Как раз можем сделать десяточек. Мы там сколько один зеленый шарик получаем, да? Всего лишь навсего с маслом. Ладно. Пригодится в любом случае. На все про все. И попробуем сейчас сделать золотую стамеску. И золотые статуи, чтобы как раз до... Нашего... Дня епископа... Мы смогли... Все подготовить и улучшить... Нашу церковь. До храма, да? Потом сможем ставить этим... Как они называются? Витражи, по-моему, да? Ресурсы, на которые я уже, наверное, потратил все. Так, хорошо, поехали. Четыре попытки. Есть. Наконец-то. Так, поехали. Нам... Значит, что нам нужно сделать? Конкретно у нас написано просто по заданию, да? Золотые статуи. Мраморных, точнее, да? Три мраморных статуи золотого качества. И мраморная статуя... Это что? Это скульптура? Или... Ну, скорее всего, скульптура, правильно? Предположительно. Вот такая только золотая. Нам в любом случае нужно... Три золотых резных мрамора сделать. И нам все равно не хватит веры, потому что я всю прогудел. Наживление зомби. Походу, да. Короче, делаем три полированных мрамора. Сейчас. Так. Первым делом. И теперь делаем три... Тут 80% у нас шанс, как бы, но... Посмотрим. Первая попытка была удачная. Вторая попытка была удачная. И третья попытка была удачная. Хорошо. Но это... Не то, что нам надо, да? Нам надо золотые вот эти. Это еще получается по 5 на... Ну, короче, еще, да. Ждать и ждать. А какой тут у нас шанс? Стоп. Мы не можем сделать золотыми их. Правильно? У нас... Мы просто даже не можем сделать их золотыми. Вот. Золот... Нет. Стоп. Где? Мы не можем здесь выбрать ничего. Может, нам надо было именно вот эти сделать? Ну, правильно же я... Понимаю, как это работает. Или у нас есть шанс, что мы... Тут нет ничего. И у этих, по-моему, качества даже нет. Значит, все правильно. Нам нужно было сделать именно вот таких вот. Три золотых. Окей. Окей, окей, окей. Пошли к... Ослу, наверное, сейчас. Посмотрим, что он нам привез. А еще давайте, наверное, стол для аутопсии сделаем. Более высокого качества, да? Второго уровня. И как раз у нас хватает, чтобы его изучить, да? Как раз. Препарационный стол. Да. Посмотрим, что для него надо. Так. Так, забираем тело и идем смотреть препарационный. У, четыре стальные части надо. И бальзамационный. Второе мы можем сделать сразу. Я еще бальзамацией вообще не занимался. Но сразу, наверное, и сделаем. Палеты. Нужны ли нам палеты? Простые. Простые, наверное, не очень актуально. Вот палет-холодильник. Можно было бы и сделать. Еще парочку поставить, да? Давайте сейчас я, опять же, все это дело сфоткаю. Так. И добавим сюда побольше всякого разного интересного и полезного. Но пока идем сбросим. Полкниги уже дописали. Посмотрим. Тоже очень интересно посмотреть, что там за книги будут. Я, наверное, масло тоже сюда скину пока. Какие маленькие, самые простые, самые бесполезные. Сколько там? Десяточек нам этого даст. Шариков каких-нибудь. Ну, короче, посмотрим. Интересно будет. Так. Место есть у нас. И день у нас до следующей проповеди. Хорошо. Поехали. Посмотрим, что у нас, кстати, по морковке. 145 штук есть еще. Так, я все про капусту забываю. Давайте пойдем посмотрим, как там квашеная капусточка делается и с чего. Чтобы продлевать эффект нашего зелья скорости. Мы можем делать квашеную капусту. Сэндвич. Мука. Нет. Бургер. Нет. Неужели она здесь делается? Так, я что-то где-то упустил. Вот здесь. А, вот она, вот она. Морковка нужна. Соль нужна. Это мы запросто. Соль, морковку сейчас принесем. Наверное, надо квашеную капусточку. Это есть перед употреблением зелья. Потому что, вроде как, после... Ну, сейчас, пока у нас, да, действует зелья, я одну капусту съел. По-моему, времени не прибавилось. Короче. Не туда. Давай. Вот статуи. Да, вот они. Ваше преосвященство. Я закончил ваши статуи. Мне кажется, та, что на кладбище особенно удалась. Ох, они все просто чудесные. У меня, что и в жизни, такой мужественный подбородок. Конечно. Давайте же скорее поставим мою статую. Давай, давай. Ох. Просто неотразимо. Ну, теперь можно и с собором заняться. Да, давай, давай. Улучшить собор. Отлично. Достаточно высокий. Видно даже с городской стены. И наше счастье в городе все та же нехватка воды. Просто чудесно. Как же я люблю свою работу. Тебе, кстати, надо быть аристократом, чтобы вместе со мной молебно проводить. Слышал я уже эту песню. Никто не узнает, кроме вас. На этот раз это важно. Нам нужно, чтобы кто-то из приближенных к королевскому двору присутствовал на молебне. Тут должно быть все чисто, так что без сертификата аристократа не обойтись. Как я уже сказал, нам нужна какая-нибудь шишка из прихожан. Мне некого сюда заманивать. Может, ты сможешь уговорить своего друга-инквизитора? Он мне не друг. Не скромничай, ты ему определенно нравишься. Ну, хорошо, я поговорю с ним. Ну, вот и ладушки. С тебя сертификат аристократа и принятое приглашение от какого-нибудь важного инквизитора. Ясно. А пока я подготовлю речь. Хорошо. Хорошо. Но, вроде бы, говорят, что сейчас можно проводить проповеди, поэтому давайте... Кстати, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я, наверное, все ресурсы потратил на витражи. Куда-то я вообще их унес. Я, вроде бы, оставлял в этом. Все прогудел. Ну, ладно, проводим тогда так, как есть. По идее, мы должны хотя же 37 получить вверх, да? По-моему, даже 38 получили. Ну, где-то плюс то же самое получилось. Плюс-минус, да? Значит, Вот это, наверное, место под витраж. Или что это у нас такое? Ну, короче, надо в любом случае сделать пару золотых ювелирных деталей, или... По-моему, я их потратил на что-то. Не помню уже на что, но вроде как потратил. Так, давайте бревно возьмем отсюда, потому что эти... Кошмар. Надо зомби-грузчиков каких-то нанять. Давайте посмотрим. Сейчас мы, значит, съедаем одно зелье и... Блин, перед... Черт! Перед тем, как зелье использовать... А-а-а... Я... Да. Али. Так, хорошо. Погнали, короче, делами заниматься. Знаешь, ты мне нравишься. Ты мой единственный дружбан. Решил со мной поговорить череп, когда я зашел в морг, чтобы построить здесь новых этих... Новых столиков. Надеюсь, ты никогда домой не попадешь, а однажды тоже станешь говорящим черепом, как и я. И новый мужик у нас двоих выкопает. Такая будет умора. Будем тут вдвоем сидеть и ничего не помнить. Звучит, конечно, неплохо, но мне, правда, надо домой. Да, ясно дело. Нельзя уже и помечтать старому черепу. Окей. Так. Нам надо... Давайте, наверное, сразу сейчас что-то построим. Место освободим. Мы можем бальзамационный стол поставить, да? Жалко, что сюда он не влазит, но мы, наверное, можем его где-то рядышком тут разместить. Думаю, прохода нам такого будет достаточно. Я, наверное, сюда лучше его поставлю. Чуть-чуть подальше. Так. И палет и холодильник. Пару штук. Вот так. В любом случае мы сверху до нее достаем. Давайте вот здесь поставим раз. палет, два, и третий не влазит. Черт. Так хорошо все начиналось. Ну, ладно. Ну, пусть будет еще здесь. И на препарационный стол. Мне стальных частей не хватило. У меня пока что это. О, стеллаж. Нам надо две этих еще тоже. Пойдем возьмем сейчас. Плавится. Части. Тело даже, наверное, и похоронить можно. Я думаю, вполне неплохое. Да? Шесть. Семь. Черт, тоже семь. А у меня нету этих, да? Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, надо посмотреть. Мы наверняка уже получили пару книжек от зомби. Давайте, наверное, похороним сюда вот это тело. Поставим какую-нибудь оградку. И вот сюда, наверное, я не пожалею какую-то статую на семь. Да, у нас будет одно качество в никуда, но такое. Зато будет статуя там красиво смотреться. Так, как у нас тут дела? Никак. А, да, я не отнес сжигаться вот это тело. Надо сейчас исправить. Так. Давайте сейчас доделаем. Вот эти вот дела. Так. Тебя сюда пока положим. Еще палеты. Дополнительно. Вот это, наверное, можно даже убрать. Мне кажется, палета она... Я думаю, не нужна уже. Так. Так, так, так. Пойдем заберем. Или потом заберем. Неважно. Давайте поищем книги. Так точно сделали. Как минимум одну. Семь. Я даже не знаю. Это я историю сюда закинул? Или... Или-или. Так, все это чудесно. Где мне книги искать-то? А, я сюда выкладывал. Точно-точно. У меня все есть. Ну, может, почти все. Для этого. Да-да-да. Для... Не, я чего-то не понимаю реально. Где книги? Они точно доделали их? Этот так точно закончил одну книгу. Может быть, сюда? А они могут быть в пустых, наверное, стеллажах. И там, когда мало предметов, да, то не показывается, что там что-то есть. Правильно я понимаю, нет? Да. О-о-о! О-о-о! Книжечки пошли. Давайте мы вот эту возьмем. И одна из них синенькая, что очень радует. Халява. Просто халява. Так. Идем посмотрим, что там с витражом. Ух ты, ух ты, ух ты. В кои-то веки. Исповедальня заработала. Золотая! О-о-о! Это прекрасно. Тут просто стекло надо. Для чего мне нужны были? Наверное, для каких-то крафтов там. Каменный алтарь мы строим. Это каменный алтарь. Плюс 8, правильно? Да, плюс 8. Верно, верно. У меня только канделябры здесь появились. Короче, надо стекло пойти взять. Оно наверняка должно быть тоже здесь. Да. Так. О! Одно? Всего лишь одно? Да. Это... Это серьезно. Это серьезно, однако. Но мы сюда можем, да, канделябры еще один поставить дополнительно. Я не знаю, может это место для чего-то... Для Исповедальни еще одной? А-а-а. Ладно, давайте посмотрим. Для Исповедальни нам надо... По-моему, поместится сюда 4 клетки. Короче, брусы и деревянные конструкции. Надо будет пойти посмотреть. Что там у нас? День торговца начался как раз. Скоро... Можно будет еще полтора серебра забрать, пойти. Нет, Исповедальни сюда не помещается. К сожалению. Алтарь не можем пока проверить. Канделябр 3. Ну, вроде как алтарь должен тогда поместиться, нет? Сейчас возьмем, проверим. Так, первым делом капусточку, да? Капусточку, оп. И теперь зелье... О, 13 минут. На 3 минуты продлевает. Эффект зелья, это хорошо. Куда я иду? А, проверить это, да? Я, правда, не помню. Ну, ладно, идем. Я пока тут кое-какими другими делами занимался и забыл. Может, что нам было нужно... Да, вот эти штуки надо были. Да, тут получается место как раз для алтаря. И от алтаря наверняка нам толку будет больше. Короче, нужно сделать два резных мрамора. Ну, вот, с третьей попытки мы ставим каменный алтарь. Это еще нам 8 веры даст. Не 8 веры, 8 качества церкви. Ну, и надо будет золотые канделябры теперь ставить. Вместо более простых вариантов. И более простые варианты надо сносить. С витражом, конечно, это просто, да, великолепно было. Так, снесем... Давайте вот этот. И поставим вот такой. По идее, свечки в таких будут больше нам давать... Ну, качества, правильно? Но пока свечки я... Нет. Не заморачиваюсь по поводу свечек еще. Еще. Давайте мы, знаете, что сделаем? Сейчас я все равно пойду забирать деньги, пока я не забыл с нашей торговой компанией. И возьмем лук. Вроде ребята говорили, если взять с собой лук. Блин, надо повыкладывать барахла. Лук золотой взять с собой. Я не знаю сколько, давайте весь заберем. И пойдем... К трактирщику. Если я не ошибаюсь, писали товарищам. Так, тут работа идет. Загружается полным ходом новая партия товара. И нам вроде хватает товара, да, для продажи в этот раз. Ну, в следующий еще. Так, хорошо, хорошо. Торговать. Нет, он ничего нам не говорит. Лук, может семена лука? Нет. Можно у него просто луковых колечек накупить. И не заморачиваться. Но вроде, ребята писали, что он должен дать рецепт. Может не он, может быть торговец? Может быть торговец? Может я не так понял. Ну ладно, пока тогда отложим луковые дела. И вернемся к столу для аутопсии. Я думаю, первый стол мы можем поломать уже, да? Нам он не надо в принципе. Я думаю, что разницы там нет. Первый, второй. Я надеюсь, что разницы нет. Так. И ставим препарационный стол. Второй. Так. По идее, у нас просто больше шансов будет на удачные операции, насколько я понимаю. Правильно? Не хватает энергии. И я бы хотел, наверное, поставить... Вообще-то эту палету надо убрать. И поставить сюда... Более полезную палету. Или холодильник, или... Может быть, даже просто этот стеллаж поставить. Как вариант. Блин, эти стеллажи не разворачиваются, поэтому туда только палета разве что встанет. И сюда тоже уже ничего не поставить. Фигня, короче. Ну, мы можем здесь пару стеллажей поставить, да. И сюда еще один. Короче, посмотрим сейчас. Небольшую перестановочку решил здесь сделать. 10 тел. Я думаю, мне с головой хватит в холодильниках. Вот, и у нас много теперь стеллажей, в которые можно будет складывать все-все-все, что может понадобиться и что может не понадобиться. Окей, с бальзамированием будем уже разбираться дальше в следующей серии. У нас как раз там что есть? Вроде уже немного, да. Скорость разложения. Неинтересно. Плюс череп. Хорошо. Инъекция клея. Очень даже неплохо. Мастер алхимии. Не. Мастера алхимии нам пока не надо. Вот это вот тоже неплохой вариант интересный. Открываем себе сразу бальзамирование. Идем посмотрим, что там по книжечкам. Может, что написали нам? Наверное, нет. Предположительно. Если они будут складывать книги все в одно место, да, то... Я думаю, что пока еще не написали ничего нам интересного. Окей. А тут у нас как дела? Ну, вроде чуть побольше, да, становится этих... Историй. Историй. Так. Я бы реально поставил больше бы вот таких вот товарищей, чтобы они мне книжки писали. Из бумаги, с простой. Это прям фантастика. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что пора серию заканчивать. И в следующей серии продолжим заниматься... Удобрениями? Не удобрениями, а... Бальзамированием. Может быть, новые тела будем приводить в порядок. В более качественный вид. Да, еще два тела мы получим до следующей проповеди. Вот. Ну и посмотрим, что мы с ними сможем сделать. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.